Баскетбольный клуб Университет Югра завершил регулярный чемпионат. В предпоследней встрече сургутяне на своей площадке принимали Спартак Приморье из Владивостока. Большей степени именно в этой, а не в последней игре решалась судьба путевки в плей-офф, причем для обоих соперников. Решающей стала третья четверть матча, преимущество приморской команды, в которой доходило до плюс 14 очков. Сургутяне уже не могли догнать соперника, несмотря на нервную концовку игры. Встреча завершилась со счетом 72-76, поражением университетом. Сургут это всегда мастеровитая команда, всегда хорошо играют лидеры, но после первой половины, я думаю, они устали. И у нас выходили очень свежие, молодые, дерзкие ребята, которые защищались Липовичем, защищались Агеевым, тем самым осложнили им жизнь. Пропустив вперед себя «Спартак», сургутяне обязаны были выигрывать у «Иркота» в последней игре регулярного чемпионата. Правда, и победа не гарантировала студентам выход в плей-офф. Для этого должен был сложиться целый ряд обстоятельств. Университет обыграл «Иркот» с результатом 93-72, но смуту в расстановку сил внесло поражение команды из Владивостока. Таким образом, сразу три клуба, помимо нашего, это «Спартак» и «Рязань», набрали одинаковое количество побед и поражений. Единственным лишним в борьбе за восьмерку стал, увы, именно университет, так как разница в борьбе с приморцами и рязанцами у нашей команды оказалась худшей. Это очень тяжелый сезон, общие девять команды все ровные, и так и получилось, борьба общая за плей-офф и за плей-аут, но что сделать? Университет Югра впервые за последние шесть лет будет бороться не за медали, а за девятое место. В первой серии плей-аута студенты 16 апреля на выезде встретятся с Алматинским легионом. Ответная игра состоится в Сургуте 19 числа.